Не солил, не перчил. С одной стороны 2 минуты, с другой стороны 2 минуты. Все очень быстро. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Витальсон. И сегодня мы будем с вами готовить плон по-витальсонски. Все очень просто, нет никаких проблем. Для начала нам нужен кусок мяса. Это шейка. В этом кусочке почти 700 грамм. Сколько разного мяса я перепробовал, шейка. Самое то, что нужно. Дорогие мои друзья, товарищи самогонщики, ну а прежде чем начать готовить пловешник, хочу вам посоветовать к просмотру YouTube канал Дениса Воронцова. Хороший парень, такой же простой, как я, как мы с вами, такой обычный русский рубаха парень. Завел канал на YouTube. Канал достаточно молодой. Снимает интересные влоги. И также, вот чем его канал цепляет, он снимает дегустации различного алкоголя. Так что я думаю, всем должно быть это интересно. Ссылочку на канал Дениса я оставлю в описании под видео. Пройдите, посмотрите. Возможно, подпишитесь, возможно, вас зацепят, возможно, вам будет интересно. Друзья мои дорогие, давайте поддержим молодой канал Дениса. Сделаем, так сказать, ему такую мотивацию к дальнейшим съемкам видео. Ну, а мы с вами продолжаем готовить плов по-витальсонски. Итак, далее. Вот такой вот кусочек у нас, видите, да? Что мы делаем? Берем его и разрезаем на две части. Так, как вы видите, в шейке присутствуют вот эти вот прослойки жировые. Это очень хорошо. Мясо будет мягкое и нежное. Вот, допустим, та же самая лопатка или карбонат, она будет сухая. А здесь вот эти вот жировые прослойки, из-за них мясо будет сочное и нежное. Разрезали на две части. Теперь наливаем в сковородку растительное масло и ставим в сковородочку разогреться хорошенько. Сковородочка разогрелась. Кладем наше мясо. И обжариваем его по две минуты с каждой стороны. Не солил, не перчил. С одной стороны две минуты, с другой стороны две минуты. Все очень быстро. На одной стороне две минуты поджарили, перевернули. Жарю на сильном огне. Огонь должен быть сильной, раскаленной, раскаленной сковородкой. И так, друзья, мясо готово. Перекладываем его на тарелочку. Вот так. Буквально две минуты с одной, две минуты с другой стороны. Все. Больше ничего не нужно. На тарелочку выложили. Теперь берем горчицу. У кого есть горчица домашняя, хорошо. У меня горчица магазинная. И обмазываем мясо горчицей. Вот так вот. Горчичкой обмазываем. Много особо не нужно. Ну, скажем так, все в пределах нормы. Вот так вот горчичкой хорошенько обмазали. С одной стороны. Теперь переворачиваем мясо. И так же само обмазываем горчичкой с другой стороны. Ребят, мясо не солил. Запомните. Мясо не соленое. И с этой стороны вот так вот обмазали горчичкой. Ах! Какой аромат стоит. Прекрасный. Душистый. Все. Оставляем мясо остывать. А сейчас потрем вот таких вот две морковочки. Такого вот размера. Ну, не маленькие, не большие такие, нормальные, средние. Потрем две морковочки на мелкой терке. Моркову я потёр. Приготовил головочку чеснока. Шесть зубцов таких вот получилось, средненьких. Сковородочку разогрел. Сейчас на сковородку выкладываем моркову. И начинаем её хорошенько обжаривать на таком среднем огне. Теперь, пока обжаривается морковь, прям хорошенько-хорошенько обжарим. Подготовим чесночок. Морковочка маленько поджарилась. Теперь можно положить порезанный чеснок. Сразу его класть не надо, потому что морква жарится долго, а чеснок поджаривается очень быстро. Пока обжаривается морква, наше мясо уже остыло. Для чего мы его так поджарили? Мы его поджарили, чтобы весь сок остался внутри мяса. Он так запёкся, запечатался весь внутри мяса. Мясо у нас сочное. Сейчас берём ножик и нарезаем. На кусочки. Тут, скажем так, конкретики особой нет. Вот такие вот кусочки сейчас сделаем. Они все в горчице, уже всё мясо в горчице пропиталось. Прекрасно, просто прекрасно. Вот такие вот кусочки нарезаем. Опа, опа. Мясо будет сочное. Прекрасное. Опять же, пробовал карбонат, пробовал задок, пробовал лопатку. Всё не то. Вот самое лучшее, самое лучшее, это шейка. Вот из-за того, что в ней вот эти вот прожилочки есть. Из-за этого вот она получается очень такая сочная, очень мягкая. Я и на шашлык вот всегда шейку беру. Просто прекрасно всегда выходит. Пусть она и стоит чуть-чуть подороже, но, как говорится, оно того стоит. Просто великолепное получается мясо, великолепное получается в плове и в шашлыке, да и вообще где угодно. Всё, вот такими вот кусочками мы мясо получается нарезали. Так вот сейчас его ещё чуть-чуть помешаем. Здесь у нас только горчица, ребята, только горчица. Теперь совсем немного соли. Соль крупная. Буквально пару щепоток. Буквально пару щепоток соли. Вот так вот. Всё. Вот таким вот образом пару щепоточек соли сделали. И совсем немного чёрного перчика. Совсем немного. Потому что у нас будет ещё приправа. Вот таким вот образом. И теперь вот так вот всё это перемешаем. Перемешаем. Вот так вот перемешаем. И оно у нас пока что ещё чуть-чуть постоит. Пока у нас обжаривается морква. Это мяско у нас вот так вот постоит. Ну-ка. Ммм, вкуснота. Вкуснота. Всё. Пускай таким образом стоит. Берём казанчик. Наливаем немного маслица. Кто любит подсолнечное, кто любит оливковое. Выкладываем сюда мясо. Морковочка наша с чесночком уже потушилась. Вернее, не потушилась, а поджарилась. Видите, поджаристая. Выкладываем сюда сверху мясо морковочку с чесноком. Нехитрым образом вот так вот распределяем всё это дело. Осталось совсем чуть-чуть делов. Поставили казанчик на маленький-маленький огонёк. Прям маленький-маленький. Теперь берём помидорку и нарезаем. Вырежем жопки всякие нам ненужные. И нарежем помидорочку. Вот такими вот небольшими полукольцами. Одного помидора здесь вполне достаточно. Так, помидорку нарезали. И теперь кладём в казанчик сверху морковки. Вот так вот. Всё это не хитро довольно-таки. Всё это по-простецки. Всё. И казанчик закрываем. Теперь вот в таком варианте, без риса, на медленном-медленном огне, буквально где-то минут 30. Тушим. Итак, посмотрите, ребят, красота какая. Потушилась уже полчаса. Я всё это перемешал. Теперь нам нужен рис. Рис у меня мистраль, пропаренный, длиннозерный. Но тут уже каждый выбирает, кому какой интересен. Один стакан. И второй стакан. Два стакана. Стаканы это 250-граммовые. Губастые, скажем так. Теперь по приправе. Вот эта вот приправа, это смесь. Покупаю я её на рынке. Знаете, где вот продают азербайджанцы разные приправы. Вот я подхожу прям к одному, уже много-много времени я у него беру и говорю, мне сделай приправу для плова. И он мне делает вот такую вот смесь. А потом отдельно я покупаю куркуму и смешиваю его, эту смесь, ещё с куркумой, потому что куркумы я люблю много. Почему я не стал сильно солить? Потому что вот эта приправа, она солёная. Теперь беру 5 чайных ложек. И вот так вот. Так, 3, 4, 5. Так вот, 5 чайных ложек с горочкой рассыпал. И наливаю воды примерно, чтобы вода на два пальца закрыла рис. Так вот, аккуратненько по ложечке наливаю. Вода кипяченая, из чайника. Примерно сверху риса, чтобы на два пальца. Так, достаточно. Так вот, сейчас всё это дело, оп-оп, размешаем потихонечку. Так, всё, рис вообще не трогаем. Закрываю крышкой и оставляю до готовности на медленном-медленном огне. Прошёл ровно час. Вот он, наш великолепный плов. Просто обалденный. Он будет рассыпчатый. Вот этот рис никогда не слипается. Это просто замечательно. Сейчас вот в таком варианте, ничего с ним не делая, не перемешивая, пускай он немного постоит. Хотя бы полчасика, и тогда мы его перемешаем. Ну что ж, дорогие мои, плов готов. Давайте пробовать. Я его перемешал хорошенько. Можно плов и не перемешивать, а потом накладывать вот так вот, ну, слоем прям сверху вниз. Но я люблю перемешивать. Ой, аромат просто неимоверный. Смотрите, какая красота. Кто любит, можно ещё сверху зелени какой-нибудь покрошить. Ну, я буду пробовать вот в таком виде. Так, выпьем рисового самогонщика. Ну что, друзья мои, давайте заплов. Всем приятного аппетита! Ах! Самогонщик мягенький. Ну, пробуем. Как мясо получилось. Мясо мягкое. Во рту тает. Плов рассыпчатый. Обалденно. Ребят, очень вкусно. Супер. Мясо мягкое-мягкое получилось. Вот, прям. Обалденно. Очень вкусно. Можно пальцы проглотить. Красота. Мне нравится. Всё очень просто. И очень вкусно. Ммм. Вещь. Ммм. Два пальца вверх, друзья мои. Два пальца вверх. Вот такой плов получился. Так что, всем советую. Ну что ж, ребята. Я вам говорю, до свидания. С вами был Витальсон. Быть добру, друзья мои. Быть добру. С вами был Витальсон. С вами был Витальсон. Продолжение следует...